Это Большие Вести, мы в прямом эфире. Центробанк вскрыл одну из самых масштабных финансовых пирамид, выявленных за последнее время. Под прицелом оказалась компания Кэшбери, успевшая охватить филиалами практически всю страну. Сегодня информация о деятельности ЦБ передал в Генеральную прокуратуру и МВД. А месяц назад фильм расследования об этой конторе сделал наш коллега Аркадий Мамонтов. Ко мне присоединяется моя коллега Татьяна Ремезова. Татьяна, кого и как успели обмануть? Эрнест, по всем признакам, Кэшбери — это классическая финансовая пирамида, выдающая деньги старым вкладчикам за счет новых вкладчиков. Кэш с английского — наличные, бери — ягодка, но здесь именно русская бери. Брать деньги призывает красочный сайт с модными терминами и заоблачными процентами. Водовай микрозаймы под 200% годовых, кредитуй малый бизнес под 265% годовых. И, наконец, инвестируй в криптовалюту под 550% годовых. Криптовалюта своя, Кэшбери Коин. Свежий видеоотчет буквально сегодняшним числом открытия офиса в Краснодаре. Драйв и благодать льются на клиентов-счастливчиков на специальных тренингах и конференциях. Ведь они вот-вот станут долларовыми миллиардерами. Деньги лежат у вас под ногами. Просто возьмите их. Скоро начнем выдачу лопат. Половина вашего пути уже пройдена. Вы в нужное время и в нужном месте. Помимо Москвы и Краснодара в нужном месте уже успели оказаться десятки тысяч жителей Ростова, Перми, Екатеринбурга, Иркутска, Якутска и даже Уссурийска. Открытый филиал в Казахстане и дочерняя компания Кэшбери Лимитед в Дубае. Основатель пирамиды, не стесняясь, рассказывает о своем прошлом. Меня зовут Артур Варданян. Много лет я работал в банковском секторе. Успел поработать начальником службы безопасности. И дослужившись до руководителя кредитного отдела, я успел понять механизмы работы банков. Прежде чем меня вышвырнули. Татьяна, а по каким признакам Центробанк выявил именно пирамиду? Ну, подозрения у него вызвали, во-первых, слишком агрессивная реклама. Вот те самые заоблачные проценты и, конечно, отсутствие лицензии ЦБ. Кроме того, что собираются деньги, мы пока не видим никакой другой экономической активности. И это один из ключевых признаков финансовой пирамиды. Группа компаний привлекает деньги любым способом. И в рублях, и в наличной, и безналичной оплате. И в любых доступных криптовалютах. Ну, то есть вы можете деньги принести туда в любом виде. У вас никто не откажется их взять. В фильме расследования Аркадия Мамонтова съемочная группа приносит деньги в кэшбери под видом вкладчиков. Автор фильма уверен, крах неизбежен. Эти люди еще не получили ноль. Потому что эта пирамида, она в процессе строительства. Если сейчас нашей полиции, Центробанку, контролирующему органу удастся это пресечь и вернуть деньги людям, это будет, слава богу. Если нет, это неизбежна катастрофа. Опять те, кто потерял деньги от пирамиды, побегут к государству. В общем, та же МММ, только в современной обертке. Ну что ж, будем бдительны. Спасибо, Татьяна. Это была наша обозреватель Татьяна Ремезова.